Приветствую всех! Сегодня я хочу вернуться к теме гирокомпаса. Во-первых, я считаю, что этот прибор все еще остается одним из лучших доказательств вращающейся шарообразной земли. Во-вторых, мне приятно наблюдать полное бессилие плосковерующих в этом вопросе. В-третьих, любой из вас при желании может сам собрать данный прибор и проверить его работоспособность. Ну а теперь разберем каждый пункт подробнее. Итак, почему это одно из лучших доказательств официальной картины мира? Да потому что на плоской и к тому же стационарной земле гирокомпас не может работать в принципе. Но он работает. И успешно применяется на практике как средство навигации. Я уже делал видео про устройство и принцип работы данного прибора, но думаю, будет не лишним рассказать вам еще раз об этом чудном приборе. Итак, гирокомпас – это гироскопический прибор, предназначенный для определения направления истинного, то есть географического меридиана. Проще говоря, прибор определяет направление на географический полюс. Постараюсь максимально кратко и понятно объяснить принцип его работы. Основан он на двух свойствах гироскопа – стремлении сохранять свое положение в пространстве и при цессии, а также на суточном вращении Земли. С первым свойством, думаю, все понятно. Свободный гироскоп в кардановом подвесе стремится сохранить направление оси ротора в мировом пространстве неизменным. Это может экспериментально проверить любой желающий. Со вторым свойством чуть сложнее. При цессии – это явление, при котором ось гироскопа меняет свое направление под действием внешних сил. Наблюдать это явление довольно просто. Но многие неправильно его понимают. И многие думают, что волчок – это единственный пример при цессии. На самом деле суть ее в том, что при воздействии на ротор в каком-то определенном направлении, ротор стремится отклониться не в том же направлении, а в другом, перпендикулярном плоскости воздействия и плоскости вращения ротора. Я не буду вас грузить объяснениями и формулами. Достаточно будет простой демонстрации. Как видите, при приложении вертикально направленного усилия, этот ротор стремится развернуться в горизонтальной плоскости. А теперь посмотрим, как же эти свойства гироскопа и вращения Земли превращают гироскоп в гирокомпас. Хочу уточнить, что гирокомпас – это несвободный трехстепенной гироскоп. Важным отличием является то, что одна из степеней свободы у него ограничена таким образом, чтобы главная ось гироскопа всегда была горизонтальна. Это делается разными способами. Самый простой – с помощью смещения центра тяжести подвеса вниз. Как правило, это просто некоторый груз, прикрепленный к раме подвеса. Такой гирокомпас называется маятниковым. Ну а теперь перейдем к сути и посмотрим, как же все это работает. Расположим наш воображаемый гирокомпас на экваторе так, чтобы один конец оси ротора смотрел на восток, а другой на запад. Запускаем его и смотрим, что же произойдет из-за вращения Земли. Вспоминаем первое свойство гироскопа – стремление сохранить свое положение в мировом пространстве. Если бы ротор гироскопа был свободным, то с точки зрения наблюдателя на поверхности восточный конец оси стал бы подниматься, а западный – опускаться. Но в нашем приборе есть противовес, который будет постоянно создавать усилия на концах оси ротора, которая будет возвращать ось в горизонтальное относительно поверхности Земли положения. Теперь пришло время вспомнить второе свойство гироскопа – прецессию, и вернуться к этому эпизоду. Усилие от противовеса в вертикальном направлении будет вызывать прецессию и тем самым разворачивать прибор в горизонтальной плоскости. Это будет происходить до тех пор, пока на оба конца оси ротора не будут действовать одинаковые усилия от противовеса. А такое возможно только когда ось ротора совпадает с направлением географического меридиана. Таким образом прибор остановится в положении, когда его главная ось расположена четко вдоль линии север-юг. Вот и все. Проще некуда, как мне кажется. А что же на это говорят плосковерующие? А ничего. Большинство об этом приборе вообще не знают. А те, кто знают, либо игнорируют и избегают этот вопрос, либо несут какой-то несуразный бред. Но самое главное – никто. Повторяюсь, никто из плосковерующих не может объяснить, как этот прибор может работать на плоской земле. В общем, как я говорил, полная беспомощность в этом вопросе. Я даже предлагал немалые денежные суммы за ответ на этот вопрос, но ответа по-прежнему нет. К этому вопросу мы вернемся позже. А пока перейдем к третьему пункту. Как я уже сказал, любой сомневающийся может собрать данный прибор и проверить его в действии. И чтобы не быть голословным, я решил также собрать этот прибор и продемонстрировать его в действии. Благо, ничего сложного в его конструкции нет. Все необходимые комплектующие уже заказаны на известном китайском сайте. Конструкция предполагается максимально простая. Маховик, двигатель и источник питания. Все это будет помещено в корпус, который будет помещен в емкость с водой по аналогии с гиросферой, применяемой в реальных гирокомпасах на флоте. Ось ротора будет расположена горизонтально и будет удерживаться в таком положении противовесом на дне корпуса. Сам эксперимент будет состоять из двух частей. Сначала демонстрация ориентации ротора вдоль линии север-юг. Потом то же самое, но с участием сильных постоянных магнитов, помещенных вблизи прибора, чтобы у некоторых не возникало сомнений в том, что прибор не ориентируется на магнитный полюс. И вообще магнетизм здесь ни при чем. Если у вас есть еще какие-то пожелания насчет проведения эксперимента, я с удовольствием их выслушаю. Если доставка не подведет, эксперимент будет проведен в сентябре, так что следите за моими видео, чтобы ничего не пропустить. В следующем видео я продолжу тему Геракомпаса и расскажу, как некоторые видеоблогеры сознательно вам лгут ради дешевого хайпа. Не пропустите! Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго!